всем привет на связи 5 элемент и мы наконец-таки добрались до марки смартфонов о которой комментаторы и зрители знают намного больше чем обзорщики xiaomi redmi note 5 и xiaomi redmi s2 поэтому скажу симпатичные отличные доступные подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока ну нет конечно я правда не хочу говорить только характеристиках я бы хотел еще рассказать про опыт эксплуатации мне кажется это намного намного интересней но немножко характеристик тоже будет друзья вашему вниманию обзор и сравнение народных xiaomi redmi note 5 и redmi s2 заварите вкусный китайский чай и погнали тактильно два приятных смартфона но сразу же возникает вопрос номер один если в ноут 5 100 процентов металлический корпус то в redmi s2 нас упорно хотят запутать шероховатый как металл разделители под антенны как в металлическом смартфоне но это пластик неплохой но пластик хотелось бы металлический корпус но имеем что имеем корпуса с полным набором всех разъемов и джек под наушники тебе и к порту для управления техникой но два микро юсб когда же они закончатся производители на складах уже до микро юсб можно найти в каждом кармане но избиси гораздо удобнее а так в остальном все для народа на первый взгляд фронтальные панели одинаково но если присмотреться то видно что экран выполнены по разным технологиям давайте включим и проверим что же за них матрица IPS в двух аппаратах и возможно издалека разница будет не ощутима но если посмотреть поближе то в ноуте экран насыщеннее и контрастнее но на терных сценах видно что в ноуте черный чернее в s2 он фиолетовый касаемо разрешения в redmi s2 она hd плюс в ноут 5 она full hd плюс заметно ли заметно по хорошему пиксели заметно в s2 просто большие иконки и видны некоторые зазубринки на иконках приложений экрана все-таки в двух аппаратах по целых 6 дюймов в ноуте все более прорисованное буквально три слова о звуке по одному динамику в каждом аппарате по громкости чуть глубже на ноуте и чуть громче батарейка ноут 5 4000 миллиампер часов redmi s2 3080 миллиампер часов помимо преимущества цифров ноут 5 еще есть быстрая зарядка что касается разрядки с аппаратами чуть больше суток и могу сказать что разряжается они нормально в рамках нормы всех современных смартфонов в плане производительности тоже пару слов работают два аппарата на snapdragon ноут на 636 а в s2 625 дракон смартфонов 4 и 3 гигабайта оперативки соответственно есть но вот эта версия на 3 гигабайта естественно дешевле синтетические тесты 100 тысяч небольшой набирает в antutu ноут 5 75 тысяч выдал s2 в работе операционки сложно найти разницу в скорости если есть то минимальная в тесте игр на примере real racing 3 в ноуте чуть покрасившей и глажей текстуры работают оба смартфона на операционной системе android 8 1 oreo с фирменной облачкой miui 9.5 что мне понравилось системе так это управление жестами как на iphone 10 свайп отнизу свернуть приложение свайпа задержать палец по центру панель многозадачности и свайпы справа и слева работают как назад и вперед но было пару моментов когда не смог выйти из приложения с помощью свайпов было бесюча в настройках можно включить классические виртуальные клавиши кстати в двух смартах имеется фирменный датчик отпечатка пальца на задней крышке работа без нареканий четко и быстро ну и камера уже по хорошей традиции вы смотрите фоточки а я рассказываю модная как штаны клеш 70-х модные в 2к 18 двойные модули камер s2 12 плюс 5 мегапикселей светосила 2 и 2 не самая светлая но все же у ноута такой же набор камер и мегапикселей но основной модуль будет светлее так как диафрагма 1 и 9 второму дой камера дает нам возможность снимать портреты замыленным задником и вы знаете вполне камера оснащены интеллектуальной съемкой но честно говоря я ее не нашел видео и там и там пишется full hd при 30 кадрах ничего особенного фронтальная камера с 2 позиционируется как сэлфи смартфон разрешение фронтальной камеры 16 мегапикселей против 13 мегапикселей у ноута что я для себя отметил на s2 получается более натурально а ноут может немножко переврать на видео пересвета бывает у двоих а еще двоих аппаратов есть фронтальная вспышка будете самыми красивыми на ночной тусовки владельцев сяоми еще стоит отметить что цены на ноут 5 на процентов 20 25 выше поэтому уточняйте актуальные цены у нас на сайте по ссылкам в описании итог здесь я скажу о минусах и плюсах двух аппаратов начнем с минусов redmi s2 возможно не самое высокое разрешение экрана пластиковый корпус но это наверное моя придирка и полу минус цветопередачи экрана ноут 5 телефон почти без минусов но один минус все-таки найдем это цена он опять в этом ценовом сегменте очень много конкурентов но по многим аспектам он будет их уделывать но еще микро минус это иногда вручая фронталка теперь плюсы плюсы с 2 вы получаете стильный имиджевый аппарат с быстрым сканером отпечатков пальцев и отличной фронталкой плюсы ноут 5 это металлический корпус классный экран клёвая основная камера а также большая большая батарейка оба смартфонов такие похожие но одновременно и не похожи друг на друга это было наше впечатление об аппаратах приглашаем вас к нам магазин и посмотреть на них потрогать и выбрать свой аппарат пишите в комментариях ваши вопросы постараемся на все ответить друзья если вам понравился данный ролик то поставьте ему лайк и подпишитесь на наш канал а самое главное помните 5 элемент всегда на вашей стороне пока так складки а здесь от меня убирается redmi 2s 2 я тебя очень люблю любимая жена очень люблю обожают батончики цены на note 25 ноут 25 и забыл как называется корпус Субтитры подогнал «Симон»